Сидели вот здесь, вокруг пива, и пили пиво. То есть уже были распитые бутылки, лежали полупустые. И еще полностью распакован было пиво. Все возле них. И тут же их задержали, этих молодых людей. Даже если бы в ночь после дня города ничего криминального на территории Центрального парка культуры и отдыха не произошло, полицейские и вневедомственные охраны все равно бы задержали этих молодых людей за незаконное распитие спиртных напитков в общественном месте. Однако в этот раз парни попались на более серьезном проступке. В 4 часа ночи они украли в одном из летних кафе два ящика пива. Здесь охрана сидела на ночь, которая остается. И все, один уходил на другую палатку проверить, идет обратно, смотрит, что улазит оттуда. Вот где лавочки, кстати, они отодвинуты и пытаются вынести пиво. Он их остановил, все, они обратно занесли и посадили этого парня сюда. Еще один воришка пришел в палатку сам, за другом. Эту нетрезвую парочку приехавшие сотрудники полиции прямо там и задержали. Сложнее оказалось с поимкой двоих подельников и поисками украденного спиртного. Обследуя парк, за одним деревом обнаружен был ящик пива, целый, еще не распечатанный. Все, методом вычисления, куда могли молодые люди направиться, потому что выходов мало из Сапокова. Были отработаны все эти выходы. На одном из выходов были задержаны еще двое человек. И снова воришек подвела пагубная любовь к пиву. Жажда выпить не дала молодым людям далеко уйти с места преступления. А шуршащая упаковка напитка точно указала полицейским местонахождение преступников. Двое из них оказались несовершеннолетними. Один приехал на день города из области. Общий ущерб от содеянного ими составил около трех тысяч рублей. Сейчас судьба воришек зависит от решения суда. Юлия Кобылина, Сергей Обалмасов, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру.